По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, предупреждают о взлете МиГ-31 Кельвин. Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31 Кельвин, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, где объявлена тревога по состоянию на 9 часов 56 минут воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Причина воздушной тревоги, как отмечают в воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31 Кельвин с аэродрома Моздок, расположенного в Северной Осетии, вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31 Кельвин с аэродрома Моздок, Северная Осетия, пишет пресс-служба воздушных сил, ракета в направлении Днепра, управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра, сообщают воздушные силы. Отбой тревоги, в ряде областей объявили отбой воздушной тревоги. Риск опасности остается в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях, взрыв в Днепре, согласно сообщению местных СМИ, в Днепре прогремел взрыв. Перед этим воздушные силы предупреждали о движении управляемой авиационной ракеты, обстрел Украины в ночь на 7 января. В ночь на 7 января российские террористы в очередной раз атаковали территорию Украины. Враг запустил 28Б-плотип Ашахет-136-131 из района российского Приморска-Ахтарска. В частности, применил три зенитные управляемые ракеты с 300 секунд временно оккупированной территории Донецкой области. Основным направлением удара были юг и восток Украины, противовоздушная оборона уничтожила 21 вражеский беспилотник. К защите воздушного приступа были вовлечены зенитные ракетные подразделения. Мобильные огневые группы, противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей. Писали воздушные силы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.